Здравствуйте, зрители и подписчики моего канала Дмитрия Микрофона. Сегодня мы продолжаем проходить театр войны, а именно кампания «Битва за Москву». Сегодня у нас карта за родину, 7 декабря 1941 год. Наши войска атакуют деревню Крюково, возле которой укрепились немецкие войска. Вот, кстати, деревня тут находится. А вот и оборонительные позиции немцев. Находятся довольно-таки в лесу, видите, хорошо укреплены. Они могут друг друга поддерживать, две линии обороны, одна резервная и одна передовая. У нас находятся под командованием два взвода, один танковый и один пехотный. Танковым взводом командует Максим Колобов, лейтенант. Наводчик 100 у него, так что довольно хорошо будет стрелять. Но это лучшая наводка, которая может быть. У нас в взводе состоят два Т-34 ранних образца 1941 года и один Т-26. Ну, это так, для поддержки. Больше на очки я не мог ничего взять, но он очень дешевый. И, в принципе, сможет своей пушкой хотя бы поразить какой-то танк противника. Там точность вроде у него тоже нормальная. Да, Хохлов Терентий, наводчик 90, а тут 57 наводчик Яков Артемьев. Нужно их было поменять местами. Ну, ладно. Также у нас несколько отделений пехоты. Раз, два, три, четыре, пять, шесть отделений пехоты. Командует, ведет их в атаку полковник Виталий Нестеров, который уже у нас очень долго находится. Помните, он и на передовых держал позиции. Ну, уже очень долго полковника получил. Раньше был вроде сержантом. Вот так, такая долгая дорога к полковнику. Ну, хорошо. Давайте поехали. Расставим чуть-чуть солдат. Расставим также танки в боевую позицию. По центру поедет у нас Т-26. Тут большинство солдат имеют противотанковые ружья, большинство отделений, но, не-не, не большинство. Только два отделения имеют противотанковые ружья, дальше все пулеметы. Солдат с противотанковыми ружьями мы поставим назад. Противотанкисты пусть обороняют, ну, то есть пусть будут в резерве, вот так. Также у нас есть один снайпер. Также сержант. Начинаем бой. Потихоньку пробиваемся вперед. Тут уже начнем распределять войска. Так. Полковника мы потом поставим назад, он же как командующий операции. А вот он, по центру, так что вот мы его назад поставим. Так, у нас есть два минометных обстрела. Может, легкие позиции, то есть передние позиции накроем. Дальние позиции, думаю, не буду. Давайте вот так. Чем больше людей здесь погибнет, тем попроще будет их штурмовать. И тут, кроме этого, нас лес закрывает. Да. Бегут солдаты. Чтобы, главное, они нам в ответ не выстрелили с какой-то артиллерии. Думаю, нас еще тут видно не будет, если что мы отступим. Так. Можно, конечно, было бы по центру пойти. Так. Обстрел пока что. Благополучно ведется. Ох, мы, кажись, накрыли противотанковую пушку. Ну, я думаю, вот эту позицию нужно бомбить. И вот эту. Тут они нас не будут видеть, если мы будем прямо в отфронт уйти. Потом мы займем позиции и еще раз. Ну, и продолжим уже атаку отсюда. То есть, с этих позиций, отсюда, сюда. И тому подобное. Жалко, не видно, сколько мы убили. Ну, тут серьезно, я вижу. Огромное количество людей погибло. Ну, так стало, что уже кто-то стреляет. Да нет, кто-то уже ведет огонь. Да, мы просто не слышим. Ну, то есть, не видим их. Мы просто слышим только. Так, это интересно. Отступаем. Хорошо, если бы тут накрыли. А ну, МГ. Так, мы отступаем, чтобы никого не потерять. Будем идти по центру. Выезжаем пока вперед танками. Пока что мы отступили. Да, можно было бы сюда снайпера поставить. Где наш, кстати, командир? Командира я не вижу. Он, кажется, сзади. Ладно, потом посмотрим. Пытаются бить по нам. Так, а где же командир? Вот командир. Его назад нужно. Так же, как и снайпера назад пока что. Не, накрыли миномет. Было попадание. Уничтожили мы орудие. Останавливаемся пока что. Так, разворачиваем. Наши солдат. Тут командир убегает. Хорошо. Пока что держим позицию. Теперь три отделения пойдут в атаку. На левый фланг. И два отделения пойдут в атаку на правый фланг. Одно остается до сих пор в резерве. С противотанковым ружьем. Снайпер, наверное, будет прикрывать наших всех солдат. Так, тут пока что все нормально. Так, в приседе идите. Так. Знаете, я выйду тоже в резерве. Ну, таком, чтобы мы быстро могли подбежать и уничтожить врага. Так, а что тут с МГ? Почему мы его пробить не можем? То есть не можем уничтожить с танка. Он или очень хорошо спрятан, или еще что-то. Давайте поближе подведем наш танк, наверное. Он со сколочных угасного бьет по нему. По этому пулемету. Ну, что-то... Что-то у меня не получается. Ну, давайте поближе. Подведем. А сейчас бы сюда обстрелы артиллерии. Какой-то тяжелый гаубиц, например. Так. Надеюсь, тут на командира не нападут. Потому что я хочу его уже держать в резерве всегда. Ну, жалко все же. Вперед! Если его убьют какой-то шальной пулей еще. Тем более. В бою! Я! Вперед! Так, пусть Т-26 едет в атаку. Стой! Так, кажется, увидел пулемет. Налево. Мы кого-то потеряли даже. Два человека уже. Так, стоять. Мы кого-то видим? Не, не видим пока что. Нам или танк нужно подвести. Давайте мы танк подведем, чтобы было... Чтобы было какое-то прикрытие. Так. Мне кажется, или... Слышу минометы сейчас. Назад, назад, назад. Быстрее. Расходитесь. Я слышу, кажется, минометы. По кому же сейчас ударь? Ох ты, е-мое. Так, быстрее, быстрее. Расходимся. Сразу 6 человек потеряно. Ой-ой-ой. Быстрее расходитесь. Давайте. О-о-о-о. 12 человек. Надо быстрее было идти в атаку. Так, тут мы останавливаемся. Ведем огонь по противнику. И выходят пусть танки. Противотанковых уже, и у них, кажется, нет? 14 человек сразу погибло. Ух ты. Ой-ой-ой. Сюда еще почему-то сержант подошел. Очень серьезно они удар нанесли. Так, останавливайтесь. А, уже танк видит. Огонь. Так. Стой. Кто-то видит танк. Нет. Налево. Так, все, пошли вперед. А то мы слишком далеко отступили. Потери наши. 19 человек. Просто обстрел нам все испортил. Можно занимать уже, в принципе, передовые позиции. Без штурма. Там уже, кажется, людей нет. Танки нас прикрывают. Солдаты нас тоже прикрывают. Соседние. Попадание по панцер-кавваген с осколочного фугасного снаряда. Не наносит ему никакого урона. Но сейчас перезарядят они уже непосредственно бронебобий. И я думаю, они его уничтожат. Не, не стреляют. Так, давайте правый фланг занимаем. Потому что это, конечно, да. Так. Он ее увидит или нет? Отходим. Так, тут мы наступаем. Можно даже пойти в атаку, попытаться их задавить. Просто-напросто. И расстроить тем самым и порядки. Будем давить. 12 человек. Уже 13 мы уничтожили. Нормально, 14. Потихоньку люди погибают у них. Потому что у нас огневая мощь побольше будет. Сейчас расстроим их в порядке. Так, разворачиваемся. Сейчас бронебойным. Прям по панцер-кавваген F1. Не привело к его уничтожению. Вот этот выстрел. Сейчас второй перезаряжаем снаряд. Попадание по Т-34. Это не уничтожило нашу Т-34. Есть выстрел. F1 уничтожен. Еще не полностью уничтожен. Но хотя бы повреждение. Есть. Тут лейтенанта нашего убили. Чуть-чуть рассредотачиваем наших солдат. А, тут наводчик получше будет. Давай, давай. Не знаю, может ли он вести огонь. Почему-то он не стреляет. Наводчика тут, скорее всего, уже нет. А нет, есть наводчик. 8. Наводка у него. Выстрел. Так, что там? 23 человека мы потеряли. Враг 18 пока что. Но боимся. Держать позицию всем солдатам. Пока что прихожу. Тут мы поменяемся наводчиками. Там пусть будет похуже наводчик, а тут получше. Наводчик 3, наводчик 2. Так, тут у нас лидерство. Давайте его на водителя поставим. Нам нужен будет получше наводчик. Так, а вот эти солдаты, они будут правый фланг атаковать. 19 человек уже убили. Мы сами потеряли 24. Так, что тут у нас? Меняем наводчика на водителя. То есть обратно. Так, идем вперед. Надеюсь, он будет жить до конца. Потому что это печально будет, если он погибнет. Водитель у нас плохой. Сейчас. Идем вперед. Сразу можно выйти на танк. И попытаться его уничтожить. Вот нам бы уничтожить вот это дерево. То есть сломать это дерево. Попадание ПФ-1 из 45-мм пушки. Не наносит ремок побуждений. Давай-давай-давай. Все, теперь видит. Останавливаемся. Выстрел. Попадание не пробит. Останавливаемся тут. Т-26. Выстрел по нашей Т-34 убивает водителя. Ну так как-то. Видите, один Панцер 4 и столько проблем. И есть, наконец-то вывели его из строя. Ну хотя бы орудие. Сейчас занимаем позиции. Немецкие. Так. Тут сейчас главное, чтобы наши все успели занять позиции. Давай-давай-давай. О, сразу убили командира. 27 солдат мы уже потеряли. Ну тут мы, конечно, в атаке. Знаете, это такое. Ой, попадание из гранаты. Так, ну тут... Тут нужен БТ. Ой, то есть не БТ, а Т-26. Есть, хотя бы одного немца убили. Очень большие потери мы понесли. Подъезжает уже Т-26. Прикажем ему стрелять с пулемета. Так, пусть только встанет немец. А есть, скажите, его ранили. Так, серьезно ранили. Идем в атаку. Командир будет поближе держаться. Тут, надеюсь, противотанковой пушки нет. Тут проблема с панцирка флага, но он никак не хочет уничтожаться. И они не хотят покидать. То есть экипаж не хочет покидать танк. Но здесь при атаке мы серьезно понесли потери. Половина отделения, которое атаковало, была уничтожена. Еще кто-то у нас погиб. Так, идем в атаку. Теперь нам нужен еще снайпер. Нужен, чтобы он занял позиции. Так. А, у нас наводчик же плохой. 8 наводка. Ну, пока что почти сравняли с немцами потери. Ну, не забывайте, мы еще там наносили удар на минометов по ним. Так, спарренный пулемет. Сейчас будем вывести огонь с него. Водитель у нас плохой. Можно пока взять пулеметы и развернуть их в ту сторону. И потом оставить только одного солдата, чтобы он как раз оперировал этими пулеметами. Так. Разворот сюда. Сейчас, чтобы не закидали Т-34. А то она сама поехала. Так, нам нужен просто обычный стрелок. Вот с Мосинки. А, вот есть с F-2. Гранаты. Тут то же самое. Нужно оставить только... Только солдата с гранатой. Вот Мосинка и граната. Все. Все, отступают немцы. Отлично. Есть у нас какой-то хороший наводчик? Думаю, он будет хорошим наводчиком. Потому что командиры, они... Все имеют всегда владеть. И они могут заменить любого человека. Вот, кстати... А, вот, кстати, наводчик здесь хороший. Вот, сержант. Кажется, умеет наводить оружие. Так. Все, есть. Да что же ты едешь? Они уже отступают. Отступаю назад. Есть. Сломите оборону противника. Выполнили. Отбить контратаку противника. Окей. Сейчас мы попытаемся это сделать. Так. Что у нас тут с пушкой? Пушка развернулась. Наводчик у нас так заряжающий почему-то... Вот хороший наводчик стал заряжающим. Вот так. Нужно сделать. Все, теперь 78. Наводка. Теперь отбить атаку противника. Отступаем пока что танками. Занимаем удобные позиции. Можно несколько солдат послать вперед, чтобы они заняли вот эти передовые позиции. Если туда танки подъедут, то мы просто их закидаем гранатами. Нужно иметь каких-то солдат. В резерве. Так. Идем вперед. А он, кажется, не. Он гранат не имеет. Тут тоже проблема с гранатами. Ну пусть один идет со сколочной фугасностью. Выстрел. Спрятался танк. К сожалению. Ну, в принципе, нужно вот так держать танки. Если они идут с левого фланга, то... А что там командира? Командир стоит пока что. Надеюсь, обстрела артиллерии не будет. Так, что у нас... А здесь водитель. Вот этот солдат, кажется, не умеет вводить машину. Включает. Так, лидерство. Водитель 7. Ну, хотя бы так. Давайте водителя. А, подгоним. А тут... Пусть помогает вот такой солдат. Хорошо. Ну, два танка мы уничтожили. Это уже какой-то прогресс. Нам бы водителя поменяйте. Вот взять 65 водителя туда. О, кстати, 3 танка видит. Так. Тут тоже можно выйти поближе. И встретить их. Давай-давай, вменяйтесь. Потому что с тебя наводчик особо не получится. Супер. Поехали. Вперед. Вперед. Есть. Может он все-таки оперировать танком? Нет. Так, тут мы еще пока врага не видим. Можем сломить вот это дерево. И думаю, скорее всего мы сможем уже вести огонь по нему. 57 наводчик. Он средненький такой. Вперед. Стой. Сбою. Вперед. А вот видим, Панцер 3. Третий выстрел не попали. Здесь попали, но не нанесли ему урона. Но пока он не выехал нормально, можно еще раз попытаться его поразить. Так. Выстрел. Попадание. Опять мы его не пробили. Он тоже, кстати, не попадает пока что. Останавливаем наш Т-34. Мы стреляем по второму танку. Это уже Панцер Каваген 3GI5. СМ. Ну, типа 5-сантиметровое орудие. Т-26 получше видит через елки, чем наши Т-34. Так. Еще попадание. Тут уже выведено из строя. Выведено из строя Панцер. Тут уже, в принципе, пока он захочет, пусть того и выбирает за цель. Лучше вот этого, 5-сантиметрового. Да, он пока будет опаснее всего. Вот эти два танка. Они спокойно могут нас пробить. Так. Выстрел. Не попали, кажется. У нас еще снаряды не бесконечные, знаете ли. Очень долгая перезарядка. Выстрел. Есть уничтоженное орудие. Теперь можно добивать, в принципе, Панцер Каваген 3Ф. Тут у нас на эту позицию идут в атаку немцы. Нужно прикрытие из БТ-7. Он впритык должен подъехать и просто прикрывать огнем хотя бы. Стреляем в Панцер 3Ф, который остался еще с орудием. Он последний, кто остался. Кто может вести огонь в ответ. Там вот на снайпер работает. Ок, все. Мы уничтожили все орудия у Панцера. Тут начинаем использовать пулемет. И после пулемета просто БТ прикрывает вот эту позицию. Потому что они сами не сдержатся. Три солдата только. Идут в атаку. Показало, что мы только два танка уничтожили. Но там на порядок больше. Есть победа. Фух. 91 солдат уничтожен. Немецкий. Одна артиллерия. И три танка. Ну, мы там побольше танков уничтожили. Ну, скорее всего, они могут отступить некоторые. Но там побольше было бы. 31 солдат. Мы потеряли ни одного танка. Прекрасно. Ну, то есть на среднем уровне сложности. Ок, далее. Что тут по потере. 6 пехоты и 5 пехоты уничтожили 50-мм ПАК. Они стреляли осколочно-фугасными. Пулеметы по одному уничтожили. Ну, может, они и так просто уничтожили. Скорее всего, тут ПАК 5 солдат, думаю, убил. Ну, теперь пехота. Танк уничтожил Т-26. Одну пехоту. Я по этим считаю. Т-34 уничтожила пехоту и два танка. Вот тут. За боевые заслуги можно дать. Три танка есть уничтожено. О, кажется, водитель потом пересел. Да. Тут. Смотрите, три медали уже. У него все прям болтается. Болтается. Три танка и три пехоты. Отлично. Младший лейтенант уже у нас появился. Прошлый погиб. Лейтенант. Так, ну, тут три пехоты. Одна пехота. Ноль пехоты. По одной пехоте. Так, командир. Он не получил никакой награды. Ну, там. Полевая выучка. Ноль. Ну, просто жалко его терять. Снайпер одного убил. Тут все под ноль, 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 ноль. О, троих убил. Один солдат. Двоих убил там. Еще троих. Тут некоторые, видите, имеют медали даже. Еще пятерых убил солдат. Неплохо. Пять человек уничтожить. Это нужно постараться. Всем автоматически. Что ж, ребята, всем спасибо за просмотр. С вами был Дмитрий. Всем пока.